Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые члены президиума. Спасибо большое за возможность показать наши результаты на ежегодном съезде Российского общества онкологов в Русску-2023. Позвольте перейти далее к основной теме. История малоинвазивной хирургии поджелудочной железы берет свое начало с 1994 года, когда была выполнена первая лапароскопическая панкреатодональная резекция с сохранением привратника, первая лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы. Следом за ними в 2005 году была выполнена первая лапароскопическая дуаденопанкреатоктомия. Стоит отметить, что развитие и распространение малоинвазивной хирургии поджелудочной железы было достаточно медленным и ограниченным, и лишь за последние 15 лет отмечается тенденция к росту числа ежегодных публикаций. Так, на 2021 год по данным портала ПАБМЕТ опубликовано 352 статьи на данную тему. Что касается высокодоказательных исследований, то их распространение представлено на слайде на карте. Лидерами в данном направлении являются Азия, Европа и Соединенные Штаты Америки. Что касается Европы, то в рамках планирования единого регистра по учету малоинвазивной хирургии поджелудочной железы был проведен опрос, на который откликнулись 98 центров из 23 стран, в том числе один центр из Российской Федерации. Это были преимущественно университетские клиники, и результаты опроса показали, что лопоскопическая дистальная резекция на самом деле является достаточно распространенным явлением в этих центрах и включает 93% этих центров. Панкреатодональная же резекция выполняется лишь в 49% случаев с использованием малоинвазивных технологий. В 2022 году под угидой Российского общества хирурга было проведено исследование в виде анкетирования, и лишь 15% респондентов ответили, что выполняют какие-либо резекционные вмешательства на поджелудочной железе с использованием малоинвазивных технологий. Половина из респондентов – это сотрудники муниципальных учреждений, и на вопрос касательно лопоскопической дистальной и панкреатодональной резекции 35% ответили, что выполняют менее 5 вмешательств в год. В отношении панкреатодональной резекции это 4%, отметили, что менее 10 вмешательств в год. Касательно опыта МКНЦ, он берет свое начало с 2007 года, когда сотрудниками нашего центра была впервые выполнена лопоскопическая панкреатодональная резекция в России, и на сегодняшний день опыт нашего центра включает 450 лопоскопических панкреатодональных резекций, 160 дистальных, 24 лопоскопические панкреатоктомии и 4 операции ЭПЛВИ. Преимущественным показанием для данных вмешательств являлся рак поджелудочной железы, и в его структуре 67% вмешательств были как раз панкреатодональные резекции лопоскопические, 30% дистальные, и остальное это панкреатоктомия ЭПЛВИ. В том числе, по показаниям, выполнялись использование лопоскопических технологий, резекция магистральных сосудов. Не хотелось бы длительно останавливаться на непосредственных результатах хирургического лечения рака поджелудочной железы. В нашем центре они были неоднократно доложены на других конференциях и съездах, но при сравнении двух методик, открытой и лопоскопической, в показателях морбидности послеоперационной, частоты панкреатических фистул, значимых клинические, летальности и Р0 резекции, достоверной разницы получено не было. При этом стоит учесть, что скорость восстановления после операции, после лопоскопической и объем кровопотери, они выступают в пользу преимущества лопоскопического способа хирургического лечения. Что касается сравнения открытого вмешательства и лопоскопического любого объема, то по нашим данным нет достоверной разницы в показателе общей выживаемости на данный момент между двумя этими методами. Что касается сравнения изолированного хирургического лечения, по нашим данным, и комбинированного с химиотерапией, то в настоящий момент по нашим данным также определяется преимущественный прирост показателя общей выживаемости в группе комбинированного лечения, и данные цифры соответствуют рандомизированным клиническим исследованиям и опубликованным в литературе. Хотелось бы пару слов сказать о влиянии интенсивности одевантной химиотерапии на показатель общей выживаемости. На данном слайде представлены три графика. Это монотерапия, двухкомпонентная и трехкомпонентная терапия в виде фалферинокса. Собственно, он показал наиболее превалирующий результат и показатель общей выживаемости значимо выше по сравнению с вариантом монотерапии гемцитабином либо капицитабином. Далее позвольте перейти к обсуждению наших результатов отдаленных после лапароскопической панкреатодуоднальной резекции. При анализе пациентов, которые были оперированы в нашем центре с первичным резектабельным раком поджелудочной железы, достоверной разницы между открытым и лапароскопическим вмешательством нами получено не было. В группе погранично-резектабельных опухолей также не показывает применение лапароскопических технологий достоверного какого-то преимущества по сравнению с открытым вмешательством. В группе пациентов, которые получали только одеюантную химиотерапию, сравнение данных методов также не показывает достоверную разницу в показателе общей выживаемости. Если же анализировать пациентов, получивших хоть какой-то вид химиотерапии, будь то неоодевантная, одеюантная или переоперационная, то малоинвазивные технологии также не улучшают показатели общей выживаемости по сравнению с группой открытых вмешательств. Далее хотелось бы снова сакцентировать внимание на сравнении группы пациентов, получивших только изолированное хирургическое вмешательство. Открытый лапароскопический метод также не отличается по показателям выживаемости, однако если сравнить группу изолированной хирургии с пациентами, получивших комбинированное садьювантное химиотерапией лечение, то здесь отмечается значимый прирост показателей общей выживаемости. Исходя из чего мы можем сделать вывод, что именно наличие химиотерапевтического лечения в любом из вариантов является принципиальным для достижения максимальных показателей общей выживаемости. В связи с этим мы проанализировали, какой процент пациентов, которым была назначена одьювантная химиотерапия, смогли получить эту самую одьювантную химиотерапию в двух группах, соответственно, открытого и лапароскопического способа. И выявили, что в группе лапароскопической панкреат-дуардной резекции 81% смогли получить одьювантную химиотерапию, против 66% в группе открытых вмешательств. На данный момент показатель П статистически недостоверен, но имеет тенденцию к получению этой достоверности при увеличении объема выборки. Так что требуется дальнейшее время наблюдения и набор пациентов для анализа больших данных. В рамках этого вывода мы решили отследить, а какой процент пациентов старше 70 лет и младше 70 лет смог получить одьювантную химиотерапию при учете того, что у них не было нео-одьювантной химиотерапии. И вот в группе пациентов старше 70 лет при сравнении открытого и лапароскопического способа вмешательства мы получили статистическую достоверную разницу в пользу лапароскопической панкреат-дуардной резекции. Цифра составила 80% против 43% в группе открытых вмешательств. Вероятно, это может быть обусловлено скоростью восстановления после лапароскопического вмешательства. И, соответственно, то, о чем говорилось до этого, именно сложность составляет в том, чтобы успеть восстановиться в необходимый срок трехмесячный и успеть получить эту одьювантную химиотерапию. Самое интересное, что в группе пациентов младше 70 лет достоверной разницы в этом показателе выявлено не было. Касательно функционального статуса поджелудочной железы после панкреат-дуардной резекции, стоит отметить, что после лапароскопической панкреат-дуардной резекции, по нашим данным, развивалась экзокринная недостаточность, преимущественно тяжелой степени. В отношении риска возникновения сахарного диабета уровень цепептида достоверно не отличался на дооперационном и послеоперационном этапе. Далее, позвольте сказать пару слов по поводу отдаленных результатов лапароскопических и дистальных резекций. В настоящий момент это золотой стандарт лечения дистального рака поджелудочной железы, поэтому долго останавливаться на этом не буду. Вот показатели общей выживаемости в группе открытых лапароскопических вмешательств, они не имеют достоверной разницы на данный момент, но, опять же, объем выборки тоже говорит сам за себя. Значит, при сравнении изолированного хирургического лечения и комбинации хирургического и химиотерапевтического, по нашим данным, мы тоже пока не получили достоверных различий, однако, опять же, требуется увеличение объема выборки и продолжительности наблюдения. По аналогии с панкреат-дуардными резекциями мы решили изучить, о какой процент доходит в группе дистальных резекций. И здесь, в отличие от ПДР, достоверной разницы между открытым и лапароскопическим вмешательством выявлено не было ни по показателю П, ни по показателю абсолютных цифр. Хотелось бы пару слов сказать про лечение местно распространенного рака тела поджелудочной железы. На данный момент мы обладаем опытом четырех лапароскопических дистальных резекций в объеме операции Эплби. Двое из них были подвержены комбинированному лечению в комбинации с одиевантной химиотерапией, двое из них с нео-одиевантной. Показатель общей выживаемости 26-23 месяцев в группе одиеванта. Нео-одиевант сейчас находится в процессе наблюдения. Говорить о каких-то выводах касательно отдаленных онкологических результатов на такой маленькой выборке сейчас не представляется возможным, однако стоит отметить, что данное вмешательство при соответствующем уровне и навыков, и технического обеспечения выполнимо и безопасно в группе подобных пациентов. Далее хотелось бы пару слов озвучить по поводу функционального статуса поджелудочной железы после лапароскопической дистальной резекции. На базе нашего гастронатологического отделения было исследовано 48 пациентов в возрасте от 20 до 80 лет. Экзокринная функция оценилась по уровню фекальной панкреатической эластазы, эндокринная по уровню глюкозы, сыворотки крови и цепептиду. Объем резекции в 60% составил корпору каудальную, и в 34% была выполнена резекция хвоста поджелудочной железы. Самое интересное, что при анализе полученных результатов к 6 месяцу после операции уровень цепептида и фекальной панкреатической эластазы возвращался на дооперационный показатель. То есть риск развития сахарной диабеты и экскретору недостаточной поджелудочной железы через 6 месяцев он стремился к минимальным значениям. Далее, позвольте перейти к обсуждению отдаленных результатов лапароскопических панкреатоктомий. На настоящий момент наш центр обладает опытом 24 подобных вмешательств с использованием малоинвазивных технологий. 15 из них были выполнены по поводу рака поджелудочной железы. 40% из этих пациентов получили данные объема хирургического лечения. И это было запланировано, собственно, до операции. Остальные пациенты – это расширение объема операции до панкреатоктомии, которое было принято интероперационно по различным причинам, таким как R1-резекция, то есть по данным срочной дистологии интероперационные кровотечения, либо хрупкая текстура поджелудочной железы. И здесь вот хотелось бы тоже поподробнее остановиться именно на группе R1-резекции по данным срочной дистологии, так как мы решили сравнить, собственно, выживаемость у пациентов, которым была выполнена панкреатоктомия по причине срочной положительной дистологии, с группой панкреатодуоднальной резекции, у которых мы получили R1 уже по данным плановой, после операционной дистологии. И по нашим данным в настоящий момент мы не получили достоверной разницы в показателях общей выживаемости. В связи с этим решили посмотреть, насколько будет отличаться показатель общей выживаемости, независимо от объема хирургического лечения, будь то панкреатодуоднальная резекция, дистальная, либо панкреатоктомия. И вот в группе изолированного хирургического лечения разницы в настоящий момент мы не получили между R0 и R1-резекцией, но наибольший интерес представляет именно группа комбинированного лечения. Здесь также не получена достоверная разница между группами R1 и R0. И при этом показатель общей выживаемости составляет 30 и 22 месяца, что достаточно хорошие цифры по сравнению с данными литературы. Таким образом, подытожив все вышесказанное, хотелось бы озвучить несколько выводов. Это то, что лапароскопические технологии не влияют на общую выживаемость больных раком поджелудочной железы, независимо от комбинации методов лечения. Пациенты старше 70 лет, которым была выполнена лапароскопическая панкреатодуоднальная резекция, получают одевантную химиотерапию чаще по сравнению с традиционным вмешательством. По нашим данным, R1-резекция не влияет на общую выживаемость больных раком поджелудочной железы при условии проведения комбинированного лечения. И функциональный статус поджелудочной железы после хирургического лечения по поводу дистального рака поджелудочной железы возвращается к предоперационным показателям через 6 месяцев, что может быть обусловлено компенсаторными возможностями поджелудочной железы. Спасибо всем большое за внимание.